Новые тактические приемы, применение новых форм подготовки военнослужащих с целью обеспечения высокой боеготовности войск. Все это обуславливает актуальность внедрения в подготовку личного состава Министерства обороны самых современных методов ведения боя. На полигоне Кат-Кургана артиллеристы провели сборы и практические стрельбы. Репортаж Лолы Ракаевой. Опыт современных локальных конфликтов с применением новых подходов и методов ведения боя смоделированы для пробирования в войсках. Полигон Кат-Курган центрального военного округа. Сотни гектаров визитная карточка артиллерии. За проведением сборов артиллеристов и огневых стрельб наблюдает лично министр обороны. Руководством военного ведомства поставлена задача внедрения в подготовку артиллерийских специалистов самых передовых методов ведения боя с применением современных тактических действий. После передислокации комбинированным способом и многокилометрового марша с разных военных округов артиллерийские подразделения занимают огневые позиции. Выстроенная 6-километровая боевая линия в составе всех типов артиллерийских орудий. От 60-миллиметрового миномета до 220-миллиметровой реактивной системы залпового огня готова к выполнению поставленной задачи. Артиллеристам предстояло отработать тактические действия слаживания подразделений. После получения разведданных применением современных беспилотных революционных аппаратов о местонахождении и точных координатах условного противника, командование принимает решение на его уничтожение. А это уже удары минометно-десантными подразделениями поживой силе условного противника. Грохот орудий по-настоящему в море огня. Это полный залп всех орудий и минометов. На командный пункт докладывается обстановка и результаты практических стрельб. Как подчеркнули в Минобороне, основной целью сборов была координация действий артиллерийских разведчиков и корректировщиков огня с применением БПЛА и технических средств разведки по выявлению и уничтожению условного противника. Действия проходили также в ночное время суток. Сборы организованы по инициативе Министерства обороны. Особое внимание уделено взаимодействию подразделений во время обучения. Мы совершенствовали свои знания и навыки, практикуя современные методы ведения боя. Самое главное, обмен опытом при управлении подразделениями в любых условиях и своевременное выполнение поставленных задач. Был применен опыт нынешних военных конфликтов, тактика ведения современного боя. Выполнили задачи по управлению артиллерийскими подразделениями, обеспечению организации батарей, применению различных тактических приемов. Безусловно, подобные сборы играют важную роль в укреплении наших профессиональных навыков. При этом особое внимание эффективной организации практических стрельб, обеспечению слаживания взаимного перемещения подразделений, проведению новых приемов стрельбы в условиях, приближенных к реальному. Только так отрабатывается профессиональный навык, повышается боеготовность артиллерийских специалистов.